Дорогие дороги Это ли не пример качественного исполнения работ дорожников? Улицей Чернышевского хорошие дороги не заканчиваются. Взять хотя бы, к примеру, улицу Татмина. А вот и она. Во все стороны равна. Бытует мнение, что асфальт по весне тает вместе со снегом. Но здесь мы такого явления не наблюдаем. Не отходя далеко, прямо по соседству находится улица Елены Стасовой. И вы сами можете прекрасно убедиться в качестве дорожного покрытия. Оно говорит само за себя. Также качеством дорожного покрытия могут похвастать такие улицы, как Алексеево, свежеотремонтированная Игарская, Авиаторов, ну и, впрочем, почти все улицы северного микрорайона. Но это левый берег. Теперь мы отправимся на правый. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий» был, есть и остается вполне в удовлетворительном состоянии. Единственное, что может вам подпортить настроение, это трамвайные пути. Вот где вы можете оставить всю свою подвеску. Дабы нас не обвинили в предвзятости, мол, мы сняли только центральные дороги, и вот, пожалуйста, улица Говорова. Сами можете увидеть, что она вполне себе в удовлетворительном состоянии. Не стоит ходить в «Красноярские дороги», здесь все еще вполне себе в порядке. Плохие дороги можно найти где угодно, будь то окраина города, будь то хоть самый центр. К примеру, сейчас мы находимся на острове отдыха, вы все можете увидеть сами. Но таких плохих дорог в нашем городе не так уж и много. Не стоит искать плохое там, где его нет. Объезжайте ямы, включайте поворотники и смотрите «Утро на Енисея». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова